Здравствуйте! С вами новости моего дома и я Екатерина Ларичева. Поговорим о том, что важно и нужно знать. Приходите к чаю, пирогами угощаю. Насколько важен сладкий десерт в нашем рационе? Из-за 3-9 морей сокращает ли длинный путь экзотических фруктов, их полезные свойства и вкусовые качества? Рыбный день и обед из морепродуктов. За и против. Если взять статистику расходов на питание в месяц, то нас удивит сумма, потраченная на сладкое. Интересно, так ли важен и нужен десерт к чаю или это просто привычка? Сладости – одна из главных проблем для современного человека. Ведь от них невозможно отказаться. Тот или иной десерт обязательно присутствует в ежедневном рационе. А если посчитать, сколько мы тратим на десерты в месяц, то сумма будет сопоставима с потраченной на основной рацион. Повышенная тяга к сладкому может быть вызвана недостатком некоторых микроэлементов в организме. В первую очередь это хром. Именно он отвечает за поддержание в норме уровня глюкозы. И его недостаток в большинстве случаев приводит к злоупотреблению сладостями. Польза десертов для организма проявляется только при употреблении правильных сладостей. Во-первых, конечно же, основу сладостей в вашем рационе должны составлять натуральные продукты. То есть сухофрукты, ягоды, фрукты, ну даже мед, который натуральный, хороший, качественный. А среди всех и так не очень полезных сладостей, самыми полезными, если можно так сказать, самыми приемлемыми, все-таки, конечно же, являются зефир, пастила и мармеладки, например, потому что там практически нет жира. Но если вы решили полностью отказаться от сладкого в борьбе с лишним весом, то помните, что похудение не зависит от конкретных продуктов. Оно зависит от того, сколько вы их потребляете на протяжении всей недели. Просто составьте для себя список десертов без сахара и выделите приемлемый бюджет на такие радости в месяц. Тогда и чувствовать себя будете лучше, и деньги сэкономите. Манго, кокосы и папайя уже давно стали обыденностью. При желании любой фрукт можно найти в магазине. А если захочется настоящей экзотики, то можно заказать доставку в интернете. Там уж точно есть все – от дуриана до черемои. А между прочим, все эти фрукты проходят длинный и сложный путь, прежде чем попадут к нам на стол. Все заграничные экзотические фрукты, прежде чем попасть в магазины, рестораны или на рынке, проходят достаточно длинный и сложный путь. Особенно, если это скоропортящиеся товары. Они должны быть документально оформлены как до, так и после ввоза на территорию страны. А процедура растаможки таких фруктов проходит в максимально короткие сроки. Экзотические фрукты приезжают к нам со всех точек мира – из Южной Америки, Новой Зеландии, Эквадора, Колумбии, Таиланда. Однако специалисты утверждают, что перевозка спелых фруктов на такие большие расстояния не представляется возможной. Максимум, что мы можем получить – это практически безвкусное и водянистое подобие тропического фрукта. Конечно, манго или ананас, полностью созревший на месте, будет намного вкуснее и полезнее того плода, который будет дозревать по дороге на прилавок. Но даже если экзотический фрукт спелый, сочный и имеет насыщенный вкус, это не значит, что он будет полезен для нашего организма. Некоторые из них практически не содержат полезных веществ и всего лишь удовлетворяют наши вкусовые рецепторы. Но есть и такие, которые содержат в себе большое количество витаминов и минералов, способных поддержать наше здоровье. В первую очередь это цитрусовые, богатые витамином С, а также хурма – незаменимая для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и гранат, который особенно полезен людям со слабым иммунитетом. В советское время рыба была частым продуктом на столе. В столовых ей был посвящен даже целый день в неделю, так называемый рыбный четверг. Но сейчас мы все чаще делаем выбор в пользу мяса. Так что же получается, рыба в России перестала быть популярной? В настоящее время большая часть молодежи выбирает рыбу исключительно по размеру и может разделить ее только на белую и красную. На этом их знания о рыбе заканчиваются. А почти 40% населения страны не покупают и не готовят рыбу вовсе. В России потребление морепродуктов падает уже четвертый год. И на сегодняшний момент составляет около 15 килограммов на человека в год при рекомендованной норме 22 килограмма. А у представителей молодого поколения до 30 лет культура потребления рыбы отсутствует как таковая. Представители более старшего поколения еще помнят советские рыбные четверги. Они покупают морепродукты чаще и знают, как их выбирать. Широко распространено мнение, что жители России не покупают рыбу из-за слишком высоких цен. Но во многом это миф. Цена, конечно, имеет значение, но в крупных городах покупатели обычно отказываются брать рыбу из-за ее непрезентабельного внешнего вида и сомнительного качества. Потребитель чаще всего берет курицу не из-за стоимости, а из-за ее визуальной свежести, приятной на глаз плотности мяса и удобной упаковки. Забывая при этом, что эта плотность главным образом достигается искусственными кормами. У меня двое маленьких детей, и мы бы хотели есть рыбу чаще. Но найти качественную рыбную продукцию сейчас очень сложно. В сетевых магазинах она покрыта толстым слоем льда, из-за того, что неоднократно размораживалась. И это сказывается не только на качестве, но и на вкусе. Любовь к рыбе нужно воспитывать с детства. И жителям нашей страны важно научиться потреблять рыбу. А производителям необходимо заняться выстраиванием собственных брендов и их продвижением. И качественная рыбная продукция не заставит себя долго ждать. Буквально через пару минут после дайджеста новостей со всего света я расскажу, как в Новосибирске появился инновационный светофор с подсветкой. И о чем говорит статистика Центра городского транспорта о пассажирах. Студенты Кузбасского государственного технического университета представили инновационную разработку магнитный сорбент для сбора нефтяных разливов с поверхности водоемов. Уникальность разработки заключается в ядре из магнетита, на которой гранулируется нефтесорбент. Далее с помощью электромагнита сорбент наносится на нефтяной разлив и легко собирается с поверхности вместе с впитанной нефтью. Особую ценность разработки придает то, что состав можно применять в сложных погодных условиях, при сильном ветре, течениях и даже подо льдом. Это дает возможность быстро ликвидировать разливы нефтепродуктов в условиях Крайнего Севера и Арктики. В парке развлечений «Болливудс Парк» в Дубае открылась цепочная карусель «Скайфлайер» высотой 140 метров. Этот аттракцион на 18 метров выше, чем карусель «Техас Скайскример» в США, которая в 2013 году была названа самой высокой цепочной каруселью в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. «Болливуд Паркс Дубай» вновь открыл свои двери для посетителей 21 января. В тематическом парке гости могут окунуться в атмосферу индийского кино, попробовать национальную кухню и, конечно, прокатиться на аттракционах. Джек Уодман в свои 17 лет настолько силен, что способен сдвинуть с места 8-тонный грузовик и поднимать 180-килограммовые бетонные шары. Молодой силач рассказал, что хотел бы принять участие в «Джайантс Лив» и посоревноваться там с лучшими спортсменами мира. Отец Джека, Стив Уодман, заявил, что несмотря на то, что пользователи социальных сетей часто обвиняют их в лжи и подлоге, его сыну на самом деле всего 17 лет, и он учится в старшей школе. Василисе Ермаковой всего 7, но за ее плечами уже три рекорда России. Прыжок с трамплина на сноуборде с поворотом на 540 градусов в наименьшем весе, прыжок с разворотом 360 градусов на сноуборде и скоростной спуск на скейтборде в наименьшем возрасте. Тренирует Василису папа, бывший сноубордист. Сама Василиса рассказывает, что между развлечениями и спортом всегда выбирает второе. Главная мечта юной чемпионки – попасть на чемпионат экстремальных видов спорта X-Games. Инженер-самоучка из Нигерии Майкл Эбетои Алахида собрал автомобиль из металлолома. Изобретатель без какого-либо образования в машиностроении потратил три года на создание автомобиля из запчастей, найденных на свалках и авторазборках. Достижение Майкла породило надежду на то, что он сможет получить более обширные знания для усовершенствования своих изобретений. Юноша надеется в будущем продолжить заниматься любимым делом и переехать в Европу. Наш город активно развивается и двигается в ногу со временем. Этому способствуют не только власти, но и местные предприниматели. Таким образом, в Новосибирске появился первый инновационный светофор с подсветкой. Необычные светофоры с подсветкой консольных опор установили на улице Фабричной под Димитровским мостом. Устройство регулирует два пешеходных перехода, ведущих от магазина «Леруа Мерлен» к строящемуся декатлону. Благодаря дополнительной подсветке опор, водители могут издалека увидеть эти светофоры в темное время суток. Светофорный объект установили по инициативе и за счет средств застройщика, которые возбудут в спортивный магазин. С учетом стоимости дополнительных материалов, по информации подрядной организации, удорожание строительства светофора составляет более 500 тысяч рублей. Как сообщили в компании, сейчас идут работы внутри магазина. Точную дату его открытия, к сожалению, ни центральный офис сети, ни новосибирский застройщик пока не называют. Но, учитывая высокую готовность объекта, можно предположить, что открытие состоится уже в первой половине 2021 года. Светофоры такого типа устанавливают в нашем городе впервые. Видимо, таким ловким и удобным для автомобилистов способом застройщик решил привлечь дополнительное внимание к строящемуся объекту. Наш город – один из самых дисциплинированных в плане безопасности здоровья. Так показывает статистика Центра управления городским автоэлектротранспортом. Масочный режим соблюдают почти все пассажиры. Ежедневно в Новосибирске проверяют соблюдение масочного режима в 200 автобусах, троллейбусах, трамваях, маршрутках и поездах метро. В рейдах задействованы сотрудники Центра управления городским автоэлектротранспортом. Есть два входных путей, через которые инфекция к собственному попадает. Поэтому нужно закрывать органы описания. С 14 мая 2020 года по январь 2021 года Центр управления провел 764 самостоятельных проверки и выявил 5800 нарушений. Материалы направлены в региональный Минтранс. На рейсы уполномоченные выходили вместе с сотрудниками МВД. В метрополитене прошло 28 рейдов, 39 человек оштрафованы. С 28 мая водителям пришлось 256 раз останавливать транспортное средство и вызывать стражи порядка из-за пассажиров, не использующих индивидуальные средства защиты. 151 человек в итоге надел маску или покинул салон. На 105 ковид-диссидентов составлены протоколы. Сейчас по подсчетам управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска масочный режим в городском муниципальном транспорте соблюдает 99% пассажиров. У частных перевозчиков показатель чуть ниже 97%. В метро доля дисциплинированных граждан 99,9%. По данным на конец прошлой недели, коронавирусом в общественном транспорте заразились больше 4 тысяч жителей Новосибирской области. Среди заболевших 826 кондукторов и водителей. Уважаемые телезрители, не забывайте надевать маску в общественных местах и соблюдайте простые правила гигиены. В следующем выпуске мы подготовим для вас еще больше полезной информации. Также приглашаем вас стать соавторами наших сюжетов. Предлагайте темы, пишите свои комментарии. Аккаунты телеканала «Мой дом» в соцсетях указаны на экране. Аккаунты телеканала «Мой дом» в соцсетях указаны на экране.